Ни у кого нет иллюзии, что без согласования такие визиты не планируются, потому что члены семьи Лаврова находятся под санкциями Соединенных Штатов, Евросоюза и других стран, включая Украину. Конечно же, без согласования внутренних дел Грузии такие визиты не планируются, им составили коридор, по моей информации, с Ларси, абсолютно все службы были задействованы в охране этой компании, чтобы они здесь сыграли свадьбу очень спокойно, в то время, когда их родители в прямом смысле не только замешаны, но и являются главными героями той трагедии, которая сейчас происходит в Украине. И на этом фоне, конечно же, показывать, что Грузия без проблем принимает тех людей, которые на сегодняшний день, чьи родители бомбят и убивают невинных детей и женщин, конечно же, это большая репутационная проблема, потому что этого никто не поймет, и вы знаете, что по последним отчетам большинство населения, больше 80% проголосует за то, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Очень, конечно же, случайно мы это все узнали, когда по Инстаграму и по разным соцсетям гости, которые должны были присутствовать на этой свадьбе, они сами как бы позировались, и, конечно же, это все очень-очень плохо выглядело на том фоне, который на сегодняшний день есть не только в Грузии, но и по всему миру. Тогда, когда весь мир старается изолироваться от главных героев, в скобках, этой трагедии, мы здесь открываем двери для семьи Лаврова, для других бизнесменов, которые приближены к Путину. В первую очередь, к сожалению, из уст очень высокопоставленных лиц грузинского правительства, которые, в принципе, сразу можно сказать, что в открытую обвиняют наш народ о ксенофобии. Здесь как бы русофобии вообще нет.